Тема моего текущего доклада Я расскажу, как именно один из этих методов, а именно вариационный автокодировщик работает, как он устроен И приведу некоторые обоснования того, почему его построили вот так странно, как он построен И где вся магия сидит, почему вот такая сложная конструкция оказывается жизнеспособной Ну и раз мы говорим о вариационных автокодировщиках и байсовских методах Это, конечно, такая тема, где очень легко погрязнуть в формулах, в сложных выкладках И устроить такую прям техасскую резню бензопилой с очень сложным материалом Я постарался как можно как бы облегчить свой доклад, но в то же время сделать его как бы некоторой такой вводной точкой По окончании которого у тех людей, которые до этого даже ничего не слышали о вариационных автокодировщиках Отложится некоторое базовое представление о них И также в конце доклада я предложу ссылки на некоторые материалы Такие, что прочитав их, те, кто захочет углубить свое понимание, сможет как-то углубиться И в эту сложную тему ему будет погружаться гораздо проще, если он прослушает этот мой вводный доклад С расстановкой, ну, просто ключевых таких точек, некоторых базовых вещей Понимание того, как это все верхнеуровнево устроено Ну и вот, да, собственно, давайте перейдем к порождающим моделям, они же генеративные модели Ну, собственно, многие из вас знают, что машинное обучение, там какие-нибудь методы из серии On-supervised learning, on-supervised learning и так далее Но это на самом деле лишь малая часть того, что относится к машинному обучению Опять же, на первом докладе вот говорилось, что есть еще обучение с подкреплением Но точно так же можно выделить еще одну другую область, которая немножко в стороне Это те самые порождающие модели А в чем их особенность? Особенность дискриминативной модели — это то, что у философа называют анализом Нам нужно просто, имея какой-то вот объект, описать какое-то его свойство новое, неизвестное Ну, то есть, скажем, целевую переменную восстановить Или просто приписать нитку кластера Но есть же еще то, что в философии называют синтез, когда нужно что-то породить Но тут вспоминается, если мы говорим о безвкусном интеллекте, такая кандовая фраза американского физика Ричарда Фейнмана Что если кто-то не может что-то сотворить, он не может это понять И вот, например, рассмотрим самый простой пример У нас есть какая-нибудь линейная модель просто регрессии Нам подаются на вход какие-то факторы И по этим факторам она может предсказать распределение целевой переменной выборки То есть она, грубо говоря, предсказывает условные средние Мы предполагаем, что есть какая-то дисперсия вокруг него Ну да, и вопрос, имея такую модель, сможем ли мы породить выборку Которая была, новую выборку, которая была бы принципиально из той же генеральной совокупности Что это модель, на которой мы обучались Оказывается, строго говоря, сама вот эта модель В ней заложено только распределение целевой переменной при условии признаков Но, как я отметил на слайде, ей не хватает 5х Плотности самих, собственно, этих признаков Ее, конечно, можно как-то оценить, потренировать, выбрать отдельно и что-то добавить И тогда это будет полноценная генеративная модель Но это простой пример, ладно, линейная регрессия, признаки, да А вот давайте что-нибудь более сложное Например, картинки Знает ли кто-нибудь, что современные нейронные сети Могут рисовать, собственно, картинки с природой Такие прям пейзажи, рисунки, которые выглядят очень похоже на настоящие фотографии Они почти не размытые То есть что делают? Нейронки показывают кучу пейзажей с озером И она оп, и сама учится рисовать прямо, ну, реально хорошие фотографии Вот, это уже сложнее, чем просто там что-то восстановить И в итоге это полная мощь дискриминативных моделей И, в смысле, генеративных, а не дискриминативных Дискриминативное, то, что разделяет, собственно, обычные модели, которые предсказывают целевую переменную Генеративное, это модель, которая порождает новые объекты Опять же, вот на слайде есть некоторые формулы, которые с точки зрения Байсовской теории машинного обучения Объясняют, как, что, почему оно работает Но если, собственно, как бы идти дальше То, как бы, нужно заметить, что генеративные модели, они более сложные Они требуют некоторой дополнительной информации И если провести маргинализацию по вот этому распределению признаков объекта Из генеративной модели всегда можно сделать дискриминативную И давайте еще, чтобы объяснить вам, почему генеративные модели это важно Я приведу прям очень практически фундаментальный пример Того, как их сейчас пытаются люди применить Есть, как бы, гипотеза, что старение это, по сути, та же самая болезнь И существуют некоторые препараты, замедляющие старение Это могут тестировать на мышах, либо на некоторых более простых организмах Есть, например, такой круглый червь, ну, типа нематоды И вот по нему исследовано, какие вещества замедляют его старение И есть, ну, на самом деле, не химические формулы Там есть другая аннотация, чуть более сложная, чем просто формула В общем, есть химические описания молекул, которые замедляют старение у этого червя И вот при помощи генеративных моделей можно порождать новые вещества Скажем, вот она предложит 30 новых веществ И из них 5 или 10 действительно окажутся такими, что у них будет эффект Замедляющий старение круглых червей То есть ученые сами сидят придумывать вещества А тут просто засовывают в нейронку, и она тоже умеет придумывать Наверное, это интересно, и как бы стоит углубиться в то, как это все устроено Ну вот на этом слайде мы снова возвращаемся к порождению картинок И рассматриваем еще один дубовый, такой известный, очень такой классик-хрисоматийный пример Это коллекция Мнист, которые, собственно, такие 28 на 28 черно-белые изображения почтовых индексов Ну и вот, собственно, что мы говорим Что, по сути, они, поскольку черно-белые, каждый пиксель, он либо черный, либо белый Мы можем сказать, что у нас есть 784 признака Собственно, каждый из этих 28 на 28 на решетке пикселей, он черный или белый И, казалось бы, это 784-мерное пространство Но, может быть, ну как бы это же все цифры, они там чем-то похожи, например, края У них всегда черные в центре, что-то беленькое Может быть, нам не нужно знать все эти 784 признака И можно оставить гораздо меньше признаков Так что вот в этом скрытом пространстве у нас будет вся информация о числах, как бы о этих цифрах, которые там изображены Как гипотеза о существовании такого скрытого представления связана с порождающими моделями А очень просто, допустим, у нас есть двумерная плоскость Ну вот, собственно, нарисовано И мы считаем, что в этой плоскости Это как бы гипернекотая такая поверхность Вложенное в это большое 784-мерное пространство Она там даже может быть не плоскостью, а какой-то поверхностью Но если все цифры из-за места лежат там То это значит, что любая точка оттуда Если ее взять, а потом обратно декодировать Мы получим новую картинку с цифрой Ну и, собственно, действительно, даже самый простой метод Линейный PCI, метод главных компонентов Principle Component Analysis Даже он дает некоторые разумные результаты Например, что мы видим? Мы видим, что много единичек Они лежат слева в нижнем углу Таким рыжеватым цветом отмечены То есть вот это двумерное скрытое представление Когда мы из 784 признаков сделали два Оно позволяет нам хорошо отличать, по крайней мере, некоторые цифры от других цифр И, ну, конечно, если мы применим более сложные методы Да, именно многомерное шкалирование MDS Или там вложение на базе случайного соседа Которые TSN, они все в SQL Learning имплементированы Это не что-то сложное Просто они очень прожорливые Но так-то, ну вот, они могут нам нести Дать даже более четкую картинку Где просто видны 10 кластеров Отвещающие 10 присутствующим цифрам И оттуда можно действительно сэмплировать новые картинки Рукописных цифр, и они похожи прямо на картинки Но давайте сейчас как бы это PCI это очень простой метод Давайте переделаем некоторую ступень к основной теме К вариационным автокодировщикам К сложным, более сложным вещам Как появляются сложные вещи А вот вообще, мы хотим действительно Линейным образом сделать некоторые преобразования Уменьшающие размерность данных То есть из 784-мерного вектора пикселей Кодирующего картинку Получить, ну, некоторые двумерные Скрытые представления Вот такое на плоскости, как я тут рисовал Да? Ну как мы это можем сделать? Вообще, как вы знаете, классический PCI Работает на базе линейной алгебры Там есть маточное разложение Все такое, да? Ну, как бы способ, да, такой Он дает аналитическое решение Там прям можно, ну, как бы Математически строго доказать Что вот есть направление Вдоль которого дисперсия там максимально Это первое главное компонент А потом в ротогональном пространстве Еще что-то берем и так далее Да, ну, работает Но, как вы знаете, иногда Ну, как бы это все работает в теории А на практике все упирается В вычислительные ограничения Какие-нибудь сервис-левелы продакшны Что это должно работать быстрее Чем за указанное какое-то время Выдавать разумный ответ А не висеть И, например, можно делать то же самое При помощи ямалгоритма Если, например, из 784-мерной картинки Мы хотим сделать двумерную точку на плоскости 2, это сильно меньше, чем 784 Выясняется, что, например, тем же ямалгоритмом Можно сделать это быстрее А если мы говорим не о мнисте Где этих картинок, ну, там, не знаю Какой размер мниста, вот я сейчас не помню Но думаю, что это идет на тысячи объектов Но не на миллионы А если у нас миллионы изображений с природой И мы хотим прям получать новые фтореалистичные пейзажи То вообще вместо ямалгоритма Хочется перейти к стахастическому ямалгоритму Стахастический тут означает Что это чем-то похоже на Собственно, пакетный градиент Испуск, когда случайно отбирается какой-то пакет Из всей обучающей выборки И на нем там градиенты тюнятся И вот такой стахастический ямалгоритм Он будет работать еще быстрее, чем ямалгоритм Если всего объектов в обучающей выборке У нас, как бы, неприемлемо много Ну и к чему я все это рассказываю Я сейчас рассказал до этого Что такое генеративные модели Почему скрытые представления Могут быть хороши для генеративного моделирования А про PCI пример относился к тому Что, по сути, в PCI есть эта матрица линейного преобразования Мы ее хотим заменить на некоторую нелинейную функцию А еще хотим так, чтобы эта функция была не захарткожена А чтобы сама могла как-то машинно обучаться Ну а какие обучаемые нелинейные функции мы знаем Конечно же, нейросети И вариационный автокодировщик Это просто вот тот самый аналог на базе нейросетей Который вместо PCI делает что-то более сложное На этом секция про то, зачем это нужно Вообще, какие защиты решают, закончена Мы переходим к следующей секции И пытаемся рассказать, что такое вариационный автокодировщик Ну, вариационный автокодировщик Штука сложная, давайте с более простой штуки А что такое вообще просто автокодировщик Ну, собственно, примерный вид того, как устроен автокодировщик Представлено вот на этом слайде, как видите, картинка взята просто из Википедии В данном случае, ну, они, конечно, автокодировщики Могут быть построены над сверточными слоями Над рекурентными, еще какими-то Но для простоты ради давайте остановимся просто на тупо Полносвязные обычные фитфорвард нейронные сети Ну, там есть какие-то слои И мы видим, что ширины слоев Они становятся все меньше и меньше До некоторой середины Где возникает узкое горлышко То самое наше скрытое представление То есть мы на вход подаем вектор x размерности Там 784, потом сжимаем, сжимаем Где-то в середине получается вектор z Размерности маленькой, там 2, 3, ну какой-то меньший И дальше точно так же симметрично оно обратно раскатывается Чтобы получить некоторый вектор x штрих Идея в чем? Идея в том, что такое обучение не должно требовать разметки Это unsupervised learning И на выходе, прогнав через такую нейронную сеть вектор x Мы хотим получить примерно его же самого И, собственно, с функцией потери, которую можно поставить Если это из-за чего-то регрессионных параметров Среднеквадратичное отклонение Или если это из-за чего-то классификации Можно поставить на логлос В общем, по сути, нас волнует мера близости x к x штриху Чем ближе восстановлен x штрих к x, тем лучше С такой функцией потери мы обучаем в эту конструкцию И какие бенефиты мы имеем После того, как все это дело будет обучено Ну вообще автокодировщики применяют для решения двух задач Первое — это найти то самое компактное скрытое представление То есть сказать, что вот у нас есть данные высокой размерности В них много всего лишнего Ну, собственно, как вы видели, например, чтобы единичку от других цифр отличить Оказывается, достаточно двух признаков, а не 784 Вот И вот в этом компактном представлении Где только главные компоненты, так сказать Но это не какие-то линейные компоненты Поскольку это нейронная сеть, все это дело, оно нелинейное Поэтому какие-то нетривиальные зависимости тоже могут быть учтены Вот у нас получается вот такое сжатое представление Это, по сути, метод снижения размерности Это один из способов, для чего применяют простые автокодировщики Но на самом деле популярность они набрали Ну так, на некоторых еще, условно говоря Это уже была новая волна диплёрнинга, когда он снова стал популярный Но это было еще время, когда некоторых прорывов в диплёрнинге не было И автокодировщики, они использовали в следующем приеме Вот нужно как-то инициализировать веса глубокой нейронной сети Ну, как вы знаете, можно применять там глород инициализейшн Еще что-то есть разное Можно просто из нормального распределения, как-то обрезанного Вот, инициализировать веса Ну, выяснялось, что когда вот так вот случайно инициализируют веса нейронной сети А потом начинают нам батчихи обучать Обучение происходит, ну, как-то не очень Особенно если сеть глубокая То слои, которые ближе ко входам Они вообще не обучаются До них какие-то неинформативные ингредиенты доходят И все как-то сильно так себе Вот, прием был следующий Слои обучали послойно От, как бы начинали со входных слоев И вначале хотели как-то инициализировать веса этого входного слоя Потом они фиксировались у этого входного слоя То, что через него пропускалось, доходило до второго слоя Его тоже как-то обучали И эту процедуру применяли вот так вот последовательно По всей нейронной сети То есть, ну, грубо говоря, шли вот От X-ов так через Z в ту сторону Вот И а как, собственно, обучали каждый слой? А его просто тупо дополняли до автокодировщика То есть, если у нас был слой глубины N За ним шел Теперь нужно было обучить веса от этого слоя ширины N К некоторым слою ширины N То просто потом достраивали еще один слой ширины N И вот это все дело Это же, как бы я уже сказал в автокодировщике Это Supervised Learning Не нужна никакая разметка Просто те же самые объекты Еще раз через них прогоняли Это служило некоторым автоматически настраиваемым фичи-экстрактором Благодаря которому каждый из слоев Уже был инициализирован не рандомными весами А некоторыми весами Которые учились понимать доходящие до них данные Этот прием действительно работал Когда его придумали Это был некоторый прорыв Но в наши дни им пользуются все реже и реже Потому что, ну, придумали пакетную нормализацию Придумали остаточное обучение Как-то по-новому научились готовить нейронные сети И вот эта жадная послойная принициализация Она уже, ну, стала менее актуальной, скажем так Вот, это мы обсудили просто Автокодировщик простой Теперь, чтобы понять, что такое вариационный автокодировщик Давайте просто поэтапно разобьем Как бы все отличия При помощи которых накладываем все вместе наложив Мы получим из простого автокодировщика Ту самую загадочную конструкцию вариационного автокодировщика Который умеет рисовать фотореалистичные картинки Находить лекарство от рака И вообще как-то, ну, умеет творить сама что-то новое Как это получается? На самом деле, основных отличий их более-менее три Первое, ну, что, собственно, что вообще возвращает автокодировщик? Он возвращает объект Ну, как бы новый Возможно, этот объект немножко отличается от исходного Ну, когда мы через него прогнали все то же самое Но это объект Вариационного автокодировщика Он, собственно, ну, я, кстати, не сказал Но это, наверное, видно из этого слайда Видите, тут первая часть Та часть, где слои постепенно сужаются Она называется кодировщиком Она создает этот скрытый код, скрытое представление А та часть, которая потом из этого скрытого представления Обратно восстанавливает объект Она называется декодировщиком Так вот, вы автокодировщик и кодировщик и декодировщик Они на выходе возвращают не объекты Они возвращают параметры некоторого вероятностного распределения Откуда потом из этого распределения Если эти параметры туда подставить Ну, скажем, давайте я объясню на конкретном примере На самом деле распределение более-менее всегда одно и то же Это просто гауссовское распределение с диагональной ковариационной матрицей То есть нам нужно найти вектор средних И нужно найти то, что стоит в ковариационной матрице на диагонали И вот если эти числа, которые предсказывают нейронные сети, кодировщики или декодировщики, куда-то подставить, то, например, для кодировщиков всегда гауссовская используется, то потом можно будет оттуда сэмплировать объекты. И как раз сэмплировать это значит порождать. То есть берем какое-то многомерное распределение, из него что-то выкидываем, и вот что-то получается. Это первое отличие. Потом я его освещу подробнее несколько. Второе важное отличие — это то, что между кодировщиком и декодировщиком есть некоторая прослойка. То есть если на картинке с простым автокодировщиком просто слой был связан с каким-то слоем энкодера, а потом декодеры начинаются просто дальше. Пристраиваются новые слои, вот как они пристраиваются в обычный FitForward Neural Network, так вот они и пристроены. В вариационном автокодировщике, строго говоря, это не так. И про это я тоже дальше расскажу. Ну и, наконец, третий момент. Чтобы вся эта магия имела под собой строгое математическое обоснование, вариационный автокодировщик нужно обучать с особой функцией потерь, которая прямо-таки восходит к вариационному байсовскому выводу и вот к этим сложным вещам. И про это я тоже расскажу. Но, собственно, пока что должно отложиться в голове. Что вот при помощи наложения вот этих трех отличий, которые в верхнем уровне звучат так, из простого автокодировщика делается вариационный автокодировщик. И давайте теперь эти отличия разберем подробнее. Ну, собственно, вообще как устроен вариационный автокодировщик. Вот у нас есть кодировщик. Это нейронная сеть. На вход она получает признаковое описание объекта. То есть если мы рассматривали пример с мнистом, то есть с набором черно-белых картинок 28 на 28, то ему на вход подается 784-мерный вектор, компонента которого нолик или единичка, в зависимости от того, является ли пиксель на картинке черным или белым. У этой нейронной сети есть какие-то веса, в данном случае они обозначаются буквой ФИ. И, собственно, что эта нейронная сеть возвращает? Она возвращает, как я уже сказал, на выходе должно получиться многомерное нормальное распределение с диагональной ковариационной матрицей. Если мы говорим, что скрытая размерность равна некоторому h, где h сильно меньше, чем размерность x, то есть, например, 2, а не 784, если мы говорим о мнисте, то двумерное гауссовское распределение прииметризуется четырьмя числами. Двумя координатами среднего этого многомерного нормального распределения и двумя диагональными компонентами ковариационной матрицы. И, собственно, вот это распределение, из него нужно потом будет сэмплировать некоторые уже векторы двумерные, которые будут представлять собой некоторые скрытые представления объектов того же класса, что и объект, который прогнали через кодировщик. Вот так устроенная штука, она и называется кодировщиком. Теперь, пройдя кодировщик. Ну, собственно, как еще можно было заметить из того, что указано на слайдах, кодировщик называют, порождают нейронной сетью вывода. Вывод имеется в виду от английского слова inference. Я еще объясню, почему так, но эта сеть, она связана именно с вариационным байсовским выводом. А декодировщик – это, собственно, то, что порождает. Именно он творит новые картинки, потому что, если, например, мы хотим делать новые изображения, мы, на самом деле, подаем более-менее случайный шум. Ну, как я уже сказал, произвольную точку на плоскости, например, двумерной, если взять из нее, потом PCA обратно может сделать картинку. Так и тут подается в декодировщик какие-то случайные числа низкой размерности, а он из них сможет сделать распределение, откуда можно сэмплировать объекты. Ну, и там в байсовские терминологии – это может быть posterior predictive distribution или prior predictive distribution в зависимости от того, откуда был взят шум. Это был просто чистый шум, тогда это, конечно же, prior predictive distribution, потому что мы не брали никакой объект. Нам просто возвращаются объекты из маниста, просто картинки с цифрами. А если распределением Z было получено что-то, откуда прогнали, например, конкретную цифру, какую-нибудь единичку, написанную человеком, который единичку пишет, например, ну, как бы с таким хвостиком снизу, то, по сути, будут сэмплироваться объекты, чем-то похожие на цифру 1, написанную в той же манере, в какой ее писал человек, пример которого был подан на вход. Вот. В общем, декодировщик – это порождающая нейронная сеть. Все способности по порождению, они сидят в декодировщике. Кодировщик нужен просто как бы как инструмент, который решает некоторую такую, ну, скорее, математическую издачу. Вот как устроен декодировщик? Он получает уже некоторые пресамплированные векторы скрытого представления, у него есть какие-то свои веса θ, и на выходе он возвращает как раз то некоторое распределение вероятностное в исходном признаковом пространстве. То есть, если мы говорим о манесте, то он уже возвращает некоторые, ну, на самом деле, параметризировать, конечно, Бернулевские… Вернее, параметризировать картинки на манесте можно многими способами. Самое естественное из них – это через распределение Бернулли. А именно для каждого из 784 пикселей мы указываем вероятность того, что этот пиксель черный. Как бы, например, там это может быть 0,5, 0,3, 0,7, что означает, что первый пиксель бывает черным с вероятностью 0,5, второй там с вероятностью 30% и так далее. Вот. В общем, если мы так параметризовали распределение, то нам нужно получить на выходе вот эти 784 вероятности того, что соответствующий пиксель окажется черным. Если у нас какая-то другая задача, и распределение параметризовано как-то еще, у этого распределения могут быть другие параметры. И вот именно эти параметры в том количестве, сколько их есть, и должен возвращать декодировщик, чтобы потом при подстановке этого параметра получить уже конкретное вероятностное распределение, откуда можно просто брать и сэмплировать объекты. Тут, конечно, небольшой комментарий, что внимательный читатель заметит, что веса одной нейронной сети, а именно декодировщика, они почему-то стоят в условии модели, когда мы говорим о условной вероятности какого-то объекта при условии его скрытого представления и весов, а при этом в кодировщике веса просто стоят с индексом снизу. Но это как раз связано с тем, про что я не так давно говорил, может, минуту или две назад. Это связано с тем, что декодировщик – это прямо то, что восходит к вероятностной модели, а кодировщик – это в некотором роде инструмент. Итак, мы разобрались с одним отличием сейчас. Мы поняли, что в отличие от простого автокодировщика, в вариационном автокодировщике предсказываются вероятностные распределения, а уже потом из них берутся сэмплы. И как только мы это поняли, вообще-то мы тут же понимаем, что у нас есть некоторая проблема, и для решения которой и требуется второй трюк. А в чем проблема? Хочется градиентным спуском обучить весь автокодировщик. То есть ошибка должна от выходов как-то дойти до самых входов. Где у нас ошибка потеряется? Ну, вообще говоря, как мы понимаем, нам нужно где-то сэмплировать из вот этого распределения, предсказанного кодировщиком, потом сэмплировать объекты. И, ну, собственно, сложность в том, что формально зависимости нет при взятии производной по таким весам. Ну, почему? Почему? Потому что вот мы просэмплировали, мы знаем средний, знаем ковариационную матрицу, а хотим, как из него потом, после такого распределения просэмплировали вектор, его подали дальше на вход. Но этот вектор случайный, он формально констант от параметров своего распределения. Конечно же, ну, это, если подумать, это не велика беда, это скорее формальность. В общем, нам нужно просто перематрировать этот вектор, а именно давайте его просэмплируем вначале из обычного стандартного гауссовского распределения соответствующей размерности, а потом его на вот эти средний сдвинем и повернем, там растянем в соответствии с ковариационной матрицей. И тогда вся случайность у нас уже сидит вот в этом стандартном векторе, а дальше он там, к нему применяется некоторые, ну, образно говоря, линейные преобразования. И в таком случае по коэффициентам линейного преобразования уже можно брать производные, и градиенты смогут с декодировщика идти в кодировщики, вся эта конструкция может обучаться как единое целое. А теперь вопрос, как она сможет обучаться? Ну, здесь выписана некоторая функция потерь. На самом деле, ну, как бы, много ли людей в зале знает, что такое дивергенция Кульба-Клейблера? Кто знает? Поднимите руки. Ну, я вижу, что не очень много, так, как бы, конечно... На самом деле, если совсем по-простому сказать, то дивергенция Кульба-Клейблера – это некоторая мера разницы между двумя вероятностными распределениями. Это можно было бы назвать расстоянием, если бы она была симметрична, но она не симметрична. Ну, в общем, вот такая функция потерь. Кому надо, тот посмотрит подробнее, как она устроена. А мораль тут, на самом деле, какая? Такая, что на нее можно посмотреть, как на сумму двух слагаемых. Одна из них – это ошибка восстановления, а другая – это регуляризатор. И такой взгляд, он восходит, как бы, просто к теории нейронных сетей. Но также на нее можно посмотреть, как на нечто, что связано с вариационным байсерским выводом графической модели. И про это как раз третья секция, объясняющая, почему вся вот эта навороченная магия, вот это то, что мы сейчас настроили, какую-то довольно мутную конструкцию, какие-то распределения, из них что-то сэмплируем, потом куда-то прогоняем, потом снова сэмплируем. Вообще, что происходит? Да, почему это работает? И зачем все так? Почему нельзя было сделать нормально? Ну, давайте абсоргируемся пока от этой всей сложности. и посмотрим на, казалось бы, совсем простую вещь. Вот мы знаем совместное распределение признаков объекта, наблюдаемых, то есть самой картинки. Но также у нас есть ненаблюдаемые признаки, а именно некоторый скрытый смысл картинки. То, что на плоскости нарисовано, где четко видны кластеры, что одним цветом одна цифра, другим цветом другая цифра, его мы не знаем. При этом нам нужно найти апостерерное распределение вот этого скрытого смысла, чтобы понимать, что если мы, например, наблюдали вот такую-то выборку, то такие-то цифры из такого кластера, а такие-то из такого-то. Ну, формула Байеса все проходили, но можно вот так сделать. Ну, почему нельзя? Некоторая проблема. Оказывается, что нельзя, потому что возникает интегрирование, этот интеграл в аналитическом виде в случае несопряженных распределений не берется, и все плохо. Собственно, на самом деле есть крутой способ его решения, но тут мы вообще утонем в математике. Этот крутой способ называется вариационный Байесовский вывод. Прямо сейчас у меня осталось мало времени, я вам все равно не смогу про него рассказать. Давайте дам просто некоторую небольшую такую, ну, как бы, иллюстрацию, позволяющую вам просто попробовать его на вкус, так сказать. Вот обычная система уравнений, которую все вы решали. Как вы ее решали, когда учились в школе? Ну, вы выражали одни переменные через другие, подставляли что-то и считали. Потом, когда вы пошли в университет, вы прослушали курс полинейной алгебры, выучили там правила Крамера, матрицы, вот это все, да? Но, как часто бывает уже во взрослой жизни, методы, хорошие, дающие аналитические решения, они могут работать плохо, долго, ну, как бы, неприемлемо с практической точки зрения. И оказывается, что иногда бывают нужны численные методы. И тут есть такой метод, это метод простых итераций. А именно, когда у нас фиксируется какое-то уравнение, фиксируются все переменные, кроме одной, и значение этой одной переменной подбирается так, чтобы уравнение оказалось верным. Потом мы переходим к какому-то новому другому уравнению, фиксируем что-то другое еще. Естественно, подбираем другую переменную как-то по новой. На старое уравнение уже снова не соблюдено, но так прогоняем по многу раз такими итерациями, пока оно все-таки не сойдется. Как бы некоторые латания трешки на кафтану, но, тем не менее, выясняется, что оно работает. Ну, вот этот метод, очень такой простой, наивный и, кажется, дико не оптимальный, он является некоторым простейшим примером того, как на самом деле устроены все вариационные техники. В них тоже вот так вот поочередно что-то куда-то сдвижется. Одно выравнивается, может быть, другое портится. Но после большого числа итераций выясняется, что все куда-то к чему-то сходится и сходится даже к чему-то разумному. Ну и давайте последний слайд, просто объясняющий, что если у нас есть вот такая вот вероятностная модель между скрытыми признаками, скрытыми переменными и так далее, то выяснится, что функция потерь, которую я выписывал с дивергенциями Кульба-Клеббера, это просто-напросто evidence lower bound относительно вот такой вероятностной модели. И поэтому, как бы, краткий вывод. Так вот почему автокодировщик работает? Потому что он решает математически некоторую корректно поставленную задачу и в ней проводит пусть и численными методами приближенными вероятностный вывод и позволяет нам вот этот P, Z при условии X таки найти. На этом, пожалуй, все. Ну, как бы, конечно, я понимаю, что если вы до этого ничего не слышали о вариационных автокодировщиков, то после моего доклада у вас прям такого уверенного понимания, позволяющего вам, например, проходить собеседование, где вас будут спрашивать про вариационных автокодировщиков, его у вас не появится, и, конечно, вам нужно бы, если вам это интересно, вам бы стоило почитать что-то еще. Тут я предлагаю пару материалов, которые позволят вам расширить ваши знания о теме. Ну, а вообще, конечно, всем спасибо за внимание, и теперь я буду рад ответить на ваши вопросы. Сначала, да, давайте похлопаем. Спасибо огромное. Спасибо вам за презентацию. Хотелось бы спросить. Вот я видел на YouTube, кажется, ролик, там, где на вход, короче, подается несколько звуков. Один из них — это голос человека, который говорит «привет, привет, привет». Второй вход — это звук, например, ну, пылесоса или удар чего-то, что-то. И на выходе эта модель выдает, будто бы пылесос говорит «привет». Да, да, я понял вопрос. Я хотел спросить, с помощью каких моделей достигается такой высокий уровень абстракции. Да, да, да. Смотрите, это немножко другая тема. Это то, что называется «стайл-трансфер». Может быть, на ту же тему тоже пример популярный, может быть, на YouTube видели. Например, берут картину какого-то художника, который рисует в специфической манере, например, Ван Гог. Потом берут обычную фотку, засовывают ее в штуку, и из фотки превращается в картина, нарисованная Ван Гогом, с тем же самым. Это все на ту же тему. Это, смотрите, как это, ну, как бы, если интересны связи с вариационными автокодировщиками, то, наверное, давайте отойдем к генеративному моделированию. Там есть такое, и как бы, вариационный автокодировщик — это не единственный метод. Более того, сейчас даже есть более популярный метод, но он просто менее интересный, он такой более простой, можно сказать. Это generative adversarial neural networks. И ключевое слово здесь, конечно, adversarial. В общем, по сути, ну, как бы, идея стайл-трансфера в чем? В том, что ищется некоторый вектор сдвига, который бы исходную, там, например, картинку, фотку сдвинул бы в сторону, или там исходный звук пылесоса сдвинул бы в сторону слов, или нет, слова «привет-привет» сдвинул бы в сторону, похожую на пылесос. И тут идея в том, что подмешивается также некоторый вектор сдвига как данные, и эти данные тоже обучаются градиентным спускам, они изменяются, они сдвигаются, и потом в конце прибавляется вот так вот обученный специально сдвинутый вектор, после чего оно сходится. В общем, если вам это интересно, поищите по теме стайл-трансфера. Спасибо, круто. Спасибо. Второй вопрос. Снизу, да. Вот так? Да. Здравствуйте, меня зовут Филипп. Вот я в первый раз слышу про эти кодировщики, но правильно ли я понял, что в зависимости от того, как мы строим модель для кодировщика, мы в каком-то смысле можем моделировать такие варианты, как TensorTrain или High Order SVD. То есть мы тоже делаем некое сжатие информации, ну то есть пытаемся объяснить максимальный объем дисперсии. Да, ну как бы на самом деле разница в чем? В том, что SVD там это все матрица, это линейная алгебра. Там все линейно. При помощи вариационных автокодировщиков, собственно, как я говорил, вводится нелинейность, потому что функции активации у нейронов могут быть там призвольного сложного вида, и да, хочется, ну как бы даже обычный автокодировщик, невариационный, даже он уже позволяет найти некоторые нелинейные сжатия. То есть просто автокодировщик его можно назвать нелинейным аналогом PCI. А вариационный это уже даже, ну как бы, как я говорил, нечто большее, а именно то, что в байсовской парадигме работает и пытается работать со скрытыми смыслами, прямо как с распределением. Вот в теореме находят вероятности модели, которые вот на этом слайде, скажем. Да, и второй вопрос. Вот мы, когда мы делаем, пытаемся определить внутренний слой, мы говорим о том, что мы не выделяем никакого смысла, какое-то подпространство или базис, которому хорошо объясняют ту ошибку, а мы пытаемся делать какое-то предположение о распределении скрытого слоя и делать, ну то есть в какой момент происходит параметризация вот того семейства, вот того внутреннего подможства, которое мы пытаемся выбрать. Да, спасибо, очень хороший вопрос. На самом деле, один важный такой тоже технический деталь. Я пропустил, когда говорил на самом, ну на самом деле на слайде-то это где-то было даже, ну собственно, да, я этого просто не проговорил, но вот этот момент. Видите, здесь написано, что у нас есть априорное распределение на скрытый вектор, и этот вектор, его обычно полагают пришедшим из стандартного нормального распределения. То есть хочется, чтобы эти вектора приходили из такого распределения, а почему так делается? Потому что хочется, ну как бы… То, что мы предполагаем работу с выборкой, которая вот нам пришла, что она тоже была по-нормальному, мы хотим, чтобы и внутренняя была тоже нормальная. Чтобы скрытый вот этот вектор TI, который возникает, который можно просэмплировать из скрытого слоя, чтобы распределение, откуда оно сэмплировалось, было похоже на стандартное нормальное. Это же видно и в дивергенции Кульба-Клебера, это расстояние между распределением предсказанным кодировщиком и вот этим вот стандартным нормальным. А в чем идея? Идея в том, что можно просто одну и ту же цифру отобразить, например, в 10 разных кластеров, которые лежат в совершенно разных углах признакового пространства, а потом просто запомнить, как бы, декодировщикам, что откуда бралось, и тупо это восстановить. Потому что у нас не будет этого самого компактного скрытого распределения. Как бы у нас будет нечто сложное, просто какая-то каша, и по сути это будет эверфитинг под выборку. То есть мы дисперсию этого нормального распределяем, пытаемся отнормировать вот этот разброс. Последний вопрос. У нас тут в презентации, мне кажется, была маленькая ошибка. Вот на энкодере, если все слушать по вашему докладу, до этого, там где картинка, вот там где не ротина, на сетке сходилось в узенькое место, потом широкое. Этот слайд или нет? Дальше, дальше. Ну, короче. Какой? Вот, вот это не совсем правда, потому что слева должен быть x, а справа должен быть x' и должно быть дописано на том, что разница… Еще раз, где что должно быть? Ну, как вы видите, картинка из Википедии английской. Ну, смотри, у нас левый слой, мы получаем какой-то объект x, а правый мы стремимся, чтобы он был похож на x, и мы в идеале получаем такой же, но в реальности мы можем получить, который отличается от какой-то погрешности, которая нас устраивает. То есть на самом деле это разные x'. Да, ну, да, на самом деле, как бы, что значит обозначение x'? На всякий случай, конечно, штрих не производная, это просто другой x. Как бы некоторые другие… Ну, можно обозначить буквы y вообще, например, эту штуку. Как бы идея в том, просто почему не обозначен y, потому что мы говорим, что то, что должно быть в output, оно должно быть очень сильно похоже на то, что есть на входе в input. Извините, я не заметил штриха, у меня плохое зрение. Да, да, тут штрих. Спасибо большое. Да, как бы в идеале хотелось бы получить ровный x, но мы его, конечно, не получим. Помоги, Антон, пожалуйста, вон вверху, молодой человек, с ноутбуком белым. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вариационные автоэнкодеры и генеративно-состязательные нейросети. То есть вот зона применения, автоэнкодеры вообще сейчас актуальны. Есть удачи, в которых они обыгрывают. Ну, то есть лучше. Да, очень хороший вопрос. На самом деле, я честно скажу, я в последних новых модификациях Generational Adversarial Networks не силен. Как бы где? Ну, как бы немножко может быть устаревшая информация, но тем не менее. Когда мы говорим о Generational Adversarial Networks, они сильны чем? Например, если мы говорим о фотографиях, они позволяют порождать фотографии более высокого качества. Там как бы пикселей вообще почти не видно, как бы призумить. Там везде четкая картинка, нет никаких размытых граней. Все четко, красиво и качественно. Поэтому с такой точки зрения Generational Adversarial Neural Networks лучше. Но при этом, по крайней мере, те Generational Adversarial Neural Networks, которые я знаю, они относятся к тому, что по-английски называют как бы неявные модели, в общем, если это можно перевести. В них мало что постулируется. И, например, та задача, где вариационные автокодировщики, что у них лучше. Допустим, мы хотим, например, получить некоторое оптимизированное предложение. Скажем, у нас есть какое-то предложение на каком-то языке. Оно может быть, например, нам не нравится его стиль. Оно слишком просторечное еще какое-то. Или, например, у нас какие-то картинки, мы хотим делать все картинки немножко в более такой, в той палитре, скажем, все в желтые цвета смещать по возможности, сохранять суть картинок. И вот в вариационных автокодировщиках у нас в явном виде существует это скрытое представление. Есть работы, которые позволяют находить векторы, которые нужно добавить к скрытому представлению, так, чтобы на выходе после прогона через декодировщик вот этой суммы того, что исходно было просамплировано, плюс сдвигающего вектора, оно в большей степени обладало с желаемыми свойствами. То есть вот тут есть вот такая фишка есть. Это, например, какая работа, я вам могу посоветовать. Работа один из авторов Дьювенод. Ну, Д-ю-в-и-н-э-ю-д. И работа называлась что-то там с молекулами. Во-первых, там были молекулы, которые light emitting, светящиеся, порождались. А во-вторых, не то лекарство отрака, не то еще какие-то целебные молекулы он порождал. И вот при помощи именно вариационных автокодировщиков там оптимизировались какие-то свойства молекул, которые порождались. И вроде бы с Generative Adversarial Networks так, ну, я не слышал, что так можно было прямо залезать во внутренности и как-то управлять тем, что порождается. Спасибо. Есть еще вопросы? Там-там. Это чуть-чуть дольше будет. Здравствуйте. Меня зовут Петр. Мне просто это очень напоминает кодировщик и декодировщик, как общение двух людей. И все, что вы рассказывали, это, в принципе, информационная энтропия. Поэтому я хотел спросить, рассматривали ли вы приложения таких нейронных сетей для распознавания речи или чего-нибудь такого? Ну, смотрите, во-первых, то, что вы упомянули теорию информации, это, конечно, правильно, потому что, когда мы говорим о дивергенции Кульбек и Лейблера, я не рассказал, как она определяется, но там есть энтропия Шинона прямо-таки. Да. В общем, она там фигурирует. То есть, конечно, во-первых, теория информации здесь очень уместна. Второе, то, что вы говорите про общение двух людей, это тоже можно назвать уместным, но это особенно актуально в состязательных нейронных сетях, которые джин-денериатив-адверсариал-нурал-нетверкс. Там просто две нейронных сети бьются друг против друга, по сути. Вот. Поэтому это тоже такая уместная аналогия. Ну и, наконец, вопрос. Сейчас какое-то у вас было в приложениях как восстановлению звука, да? Да. Ну, смотрите, конечно, такие приложения, насколько я знаю, тоже известны. Например, классическая ситуация, это есть такая даже конструкция, называется denoising autoencoder. В нем идея какая? Это именно просто автокодировщик, не вариационный. Идея в чем? В том, что, например, ну, какая магия в таком автокодировщике? В нем вся магия в том, что размерность этого Z скрытого слоя, она сильно меньше. И как бы это ограничение заставляет нейронную сеть не тупо запоминать вход, а потом его как-то возвращать так же, как само. А давайте представим, что Z у нас по размеру больше, чем X. Очевидно, есть вырожденное решение. Ничего не преобразовывать, потом все это вписать в наш увеличенный слой, нам же хватает нейронов, и тупо вернуть выходы, да? Ну, казалось бы, на самом деле, все равно бывают автокодировщики, у которых скрытый слой больше, чем они не такие, вот как тут они сжимаются, а потом расширяются. Есть автокодировщики, которые сначала расширяются, а потом сжимаются. Например, ну, даже без всякой экзотики, без извращений, например, если у нас в обычный, ну, FitForward Neural Networks с какого-то момента, ну, мы ее предобучаем при жадной послойной инициализации, о которой я говорил, у нас же может так быть, что FitForward Neural Network последующий слой более широкий, чем предыдущий, и у нас такой автокодировщик возникает. В таком случае используют то, что называют denoising, автоэнкодер, то есть расшумляющий. Ему на вход вместо X подают X плюс Epsilon, где Epsilon какой-то шум, а требует восстанавливать именно исходный, X без шума. Поэтому, да, как бы, задача очистки от шумов, она действительно тоже со всем этим делом связана. Очень даже, да. Спасибо большое. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok